В минувшую среду в городе Домодедово состоялась пресс-конференция начальника Госадомтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, на которой она рассказывала, как обстоят дела с наружным освещением населенных пунктов Подмосковья. С октября по февраль сотрудники этой службы проводят спецоперацию по выявлению неисправности источников света и их недостаточности, в частности на детских площадках. Конференцию посетила и наш корреспондент Юлия Погосян. Наружное освещение это прежде всего внешний облик городов и поселений Московской области. От того, насколько разнообразное и качественное оно будет, зависит комфортность проживания в Подмосковье. Доказано, что хороший свет улучшает настроение, особенно в зимний период, дает чувство безопасности, за счет большого количества искусственного света снижается процент дорожно-транспортных происшествий. Но из чего же состоит наружное освещение? Это в первую очередь освещение проезжей части города. Это световые указатели, световые домовые знаки и таблички, освещение архитектурных сооружений, малых архитектурных форм, монументов и зеленых насаждений, освещение витрин магазинов, ресторанов, различных учреждений культуры и отдыха, фасады зданий, исторического и культурного назначения. Кстати, световая информация – это одно из средств вероятность и решение общей задачи создания световой архитектуры города или поселения. Но, к сожалению, не во всех городах и поселениях нашего региона присутствует хорошее наружное освещение. Поэтому сотрудники ГосАДАМ-технадзора регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушения, связанные с некачественным освещением или вовсе его отсутствием. За выявленные нарушения накладываются штрафы. Для юридических лиц от 15 тысяч рублей, на должностных от 5 тысяч. Но фонари вдоль дорог, подсветка от магазинов – это еще не все, что касается наружного освещения. Остро стоит проблема света на детских площадках. На сегодняшний день только 12% площадок в Подмосковье пригодны для вечернего посещения детьми. Благо, в Ленинском районе ситуация обстоит неплохо. Общая ситуация освещения в Ленинском районе тоже, в общем и целом, удовлетворительна. В районе 200 детских площадок и освещенных из них 87. То есть цифры достаточно приличные. Проблемы, на которых нам говорят жители и о которых я довожу до муниципальных властей. Нет освещения на придомах территории, строящихся микроайонами Мутова, парк 2, поселок Новодрожжина, сельское поселение Булатниковское. И причина – это экономия средств застройщиков на освещение. Будем надеяться, что проблема со светом в новых микрорайонах Ленинского района вскоре решится. А его отсутствие было связано лишь с тем, что застройщик еще не успел полностью благоустроить территорию. Юлия Погосян и Адамя Елена Кошлева. Видно этого?